В течение прошлых видео я, надеюсь, вы формировал свой скрипт и регулярно напоминал о том, как важно делать его универсален. На сегодняшний день получился вот такой скрипт. Не очень длинный, но они очень короткие. Чанки 19.1, 19.2 из прошлого видео я закомментировал, потому что они были скорее тренировочными для тренировки работы с датами. Также чанки для выявления того тождественные ли два столбца выдачи, тоже скорее тренировочные. Пришло время проверить, действительно ли этот скрипт универсален. Мне кажется, да, за исключением одной детали. После того, как я закомментил Type-Ravno Channel и раз комментил Type-Ravno Video, все должно отработать штатно, но не отработает в нескольких местах, а именно в тех записях, где я обращался к ставцу Channel ID. В выдаче для видео будет Video ID. Поэтому надо везде поменять. Через Ctrl F я нашел везде, где оставались Channel ID. И вместо Channel вставил вставочку в фигурных скобках, в которую поместил Type. Type может принимать значение либо Channel, либо Video. И обязательно перед кавычками поставил букву F, чтобы было понятно, что эта вставка внутри текстового объекта. Здесь я провел такую универсализацию. И еще в ряде мест. Здесь, например. Важно, что даже если в самом начале текстового объекта, а это официальный текстовый объект, выделенный двойными кавычками. Так вот, даже если перед ним стоит буква F, и внутри этого текстового объекта есть уже одна вставка. Вот она, первая вставка. А внутри этой вставки есть свой текстовый объект. Вот он. И внутри этого текстового объекта своя вставка. Нужен еще раз символ F перед кавычками текстового объекта. Проверю, что не осталось нигде слова Channel, кроме как в самом запросе. Только в самом запросе осталось Channel. Все в порядке. Можно запускать. Причем, поскольку я перевел в формат Markdown, ненужные чанки, я могу запускать не по ячеечно, а через kernel restart and run all. До конца этот скрипт не отработает, потому что не хватит квотас на одном ключе авторизации, для того чтобы все итерации произошли. Но дальше я вмешаюсь и вручную буду продолжать. Без включения аргумента order, total result 42354, а найдено 481 видео. Вот происходит пересортировка. Она подходит уже к своему концу. Следующий чанк. И где-то YouTube остановил процесс. А нет, не YouTube остановил. Я не раскоментил year с прошлого видео. Я его закоменчивал, когда после исчерпания квотас продолжал цикл с 2012 года и не раскоментил. И, кстати, поскольку я обнаружил, что самое раннее видео датировано 2009 годом из тех, которые найдены после пересортировки. И при этом я знаю, что самый ранний канал относится к 2007 году из тех, которые я находил. То я и видео буду искать тоже с 2007 года, поэтому я это число из него вычел 2. Вот теперь я снова запускаю этот чанк, потому что он прервался в силу того, что year не определён. И вот теперь YouTube остановил процесс, поскольку квоты истекли. Я всё ещё на 2007 году. Я выставлю, что year равно 2007. И заново запущу этот чанк. Уже 759 видео. Обратите внимание. Исходно было 480 с лишним, уже 759. То есть, в данном случае пересортировка немало добавила. И учёт даты тоже добавил в большей мере, чем в случае с каналами. И вот уже снова истёк ключ авторизации. Снова меняю ключ. Это можно автоматизировать, но учитывая, что ключей мало, даже у меня. Это будет пустая трата времени. Просто запускаю этот чанк, и он начнётся с того года, на котором остановился. Меня радует моя выдача. Как вы видите, в случае с видео, мой скрипт приводит к успеху. Ухищрения, нацелены на то, чтобы вытащить дополнительную информацию из YouTube, приносит свои плоды. Вот, к сожалению, последний мой ключ авторизации на сегодня исчерпался. Уже 815 видео. Конечно, Total Results показывает число на порядке больше. Но я не вполне доверяю, тот выгрызался. После полуночи по тихоокеанскому времени мои ключи авторизации снова получат свои квоты. И я закончил этот процесс. А пока можно промежуточный результат сохранить в Excel и посмотреть на него. 815 видео. Вот этот файл. Видео not sorted plus sorted plus date, как я его сохранил. Здесь type, то есть видео с большой буквы not sorted plus sorted plus date. Да, это он. Открываю этот файл. Тип запроса, электронная метка, тип выдачи, ID, видео, год публикации, название, описание, адрес картинки, которая связана с видео, технические характеристики. И обратите внимание на столбик H. Он называется snippet channel ID. Это ID канала, на котором опубликовано видео. То есть сейчас я не только решил задачу по сбору релевантных видео. Я еще нашел дополнительные ID каналов, которые я смогу добавить к списку найденных в предыдущих видео каналов. Конечно, отчасти каналы в этом столбце дублируются теми каналами, которые я уже нашел. Но учитывая, что я нашел порядка 530 каналов, а здесь порядка 800 видео, есть шанс найти дополнительные каналы. И в дальнейшем изучать вместе и найденные ранее каналы, и каналы, которые найдены сейчас. К следующему видео я дополню выдачу видео из 2017, 2018, 2019 и 2020 годов. Как вы думаете, я соберу-то еще видео или не соберу? Ответ узнаем в следующем видео. Спасибо. 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 Спасибо.